друзья смотрите кто приехал к нам честно говоря сейчас я вам покажу обзор этого покупок в перекрестке куда зачем почему когда когда был это самое на самом деле в этот раз тихо мешут не перебивай так много ерунды всякой по не полезные купили но очень захотелось это не ерунда знаете ами шут когда тут помогал мне знаете что очень важно не ходить по магазинам голодными и вир по виртуальным магазинам голодными тоже ходить нельзя я когда делала заказ я такая голодная была я там всяких всяких снеков химозных неполезных заказала в общем дядя сейчас нам поднимет продукты все как посмотрите мишу то дядя уже позвонил нам в дверь так сильно хочет прям помочь вот посмотрите на него уйди уйди миш не надо поближе чуть без маски ходишь учета с соседом встретил а ты просто увидел обратно нашел но точно поднимается обычно стележка приезжаете а да ребята всегда сколько мы уже раз наверно 7 закалывали всегда сележкой то вот такие эти крючки куда вешают пакеты в общем если дверь открываешь то заносят на порог если дверь не открываешь то заносят оставляют за дверью а ну понятно а ничего себе вот какой сервис ясно ну да вот смотрите показываю вот так видите они отсоединяют ну в общем то удобно значит пути ничего не должно повредиться по идее вот видите сколько пакетиков это еще только две коробочки еще три коробки у нас вот вот такая вот интересная доставка а главное бесплатно это очень важно кстати я рассказывала да что в диксе тоже придумали что а надо же доставку организовывать все люди хотят доставку организовали доставку значит и 150 рублей берут если человек находится в радиусе одного километра но это конечно бред вот и мы несмотря на то что у нас в радиусе одного километра два дикси мы все равно пользуемся перекрестком в общем сейчас нам все пакетики здесь установят мы как всегда это все продезинфицируем а потом будем пользоваться потом я еще покажу что мы купили вот они все пакетики уже занес занес мужчина и я попросила напечатать чек чтобы потом точно вам все показать и сделать обзор сейчас мы поставим более редко эти пакеты чтобы расстояние между ними было было да и поставим нашел лампу а мы их в качестве мусорных пакетов стали использовать а по-моему мне кажется каждый российский человек найдет применение таким пакетом ну да удобно как мы обсуждали вопрос что в америке запрещено давать бесплатные пакеты потому что экологию загрязняет я говорю только американцы все равно покупают мусорные пакеты просто у них менталитет немножко другой они не будут вот эти бы уж на использовать они лучше купят мусорные пакеты а мы все используем и все экономим такой аппаратик у дяди чек напечатали все спасибо большое дяди в перчатках масках все как положено спасибо большое до свидания вот алексей как всегда поставил стульчик детский там лампу бактерицидную вот такая кто еще не видел вдруг в предыдущих влогах вот такое солнышко уфк это кварцевая лампа и как только включает в розетку лампа зажигается начинает кварцевать зажигай час x барабанная дробь и убегаем все мы тут уединились от детей но алексей как всегда ко мне спиной я-то думала мы сейчас свечки зажжем чай дольем детей короче заперли в этом в их комнате а сами в кухне у нас вот здесь такой романтик свет выключили эти точечный свет горит как будто при свечах сидим дальше а сегодня фильм смотрели если мужчина женщины целоваться начинает миша глаза закрывает и говорит ой как я ненавижу такие кадры говорит смотреть и так друзья посмотрите мы с алексеем все выложили на стол вот такие огромные столы у нас получились даже не поместилась пришлось вот сюда еще разместить на подоконник стряпочку тут некрасивую беру значит смотрите давайте начнем с началом я старалась все купить максимально по акции вот здесь у нас овсяные печенье вот такие 400 грамм печенье здесь вот написано до стоимость 29 или 27 час я найду вам пряники соль блин надо было подготовиться 29 90 за одну пачку я взяла две пачки такие 29 90 30 рублей короче это конфетки коровка вот такие все наверное знаете пробовали вафельные конфеты в шоколаде одна упаковка 59 90 здесь 250 грамм значит вафли коломенские вот такие вот натуральный халвой здесь у нас 220 грамм стоимость 42 90 и очень захотелось у нас там есть одна бутылочка пиво с алексеем разделим ее пополам вот такие шашлычные к пенному сухарики хрустим взяли упаковка 90 грамм вот этом и стоит она 39 90 дальше большая упаковка чипсов лейс здесь 150 грамм стоимость 79 90 большая упаковка вот таких вот чипсов это начисы начисы кукурузные как я вам уже сказала очень много мы всякой дряни накупили да не полезной такие начисы 150 грамм 59 90 и чипсы и начисы и все вот эти конфетки и прянетки все это было по акции дальше вот такие утренние бельви это очень давно мы такие не кушали последний раз мне кажется в восемнадцатом году в болгарии такие ели стоимость с какао какао с йогуртовой начинкой получается граммов здесь я скажу сколько 253 грамма стоимость составляет 69 90 огромная вот такая упаковка nesquik это сухой завтрак вот такой дети у нас очень любят они прям кушают как не в себя и стоимость такого завтрака сто семь девяносто по моему я вам цены буду по памяти говорить но так хлопья хрутка 119 сейчас найду а вот готовый здрав завтрак 169 90 я сказала что 7 9 на 10 рублей приврала 169 90 тоже по акции здесь вес 700 грамм вот видите значит круто вес тоже 700 грамм а стоит она 119 90 мы уже второй раз берем первый раз мы три упаковки взяли две упаковки дети уже съели а сегодня взяла еще две упаковки и несколько одну упаковку дальше груши conference мы их очень любим они очень вкусные не очень красивые но они безумно ароматные сладкие вкусные килограмм 179 90 и были по акции грибочки посмотрите какие свежие свежие грибочки прям вот только-только мне кажется их прям собрали по акции они стоили 159 90 вот эти батончики фитнес тоже я взяла так развлечения ради они совсем маленькие легенькие сейчас скажу вес какой тут мне кажется грамм 30 масса нет то вот она спрятана 23 грамма представляете вот здесь вот наш вес спрятана 23 грамма и стоимость одного батончика 1990 вот такую жвачку я детям тоже купила это с вишней со вкусом клубники и черешни вернее стоимость тридцать один девяносто такая я почему-то была уверена что я покупаю xxl она обычная стандартная вот такая дальше крем фиш вот крем фиш не помню что-то около 69 тоже что ли сейчас я найду вот паста крем фиш 6990 вот паста крем фиш 6990 видите здесь всего лишь 150 грамм уличек это такая паста рыбная из трески ну в качестве может быть на бутерброды короче на завтрак в качестве икры можно пользоваться вот такую колбаску докторскую взяла по акции она была тоже за килограмм велком овская тоже вкусная качественная хорошая в за килограмм 319 90 нам отрезали я заказывала 600 граммов а нам отрезали всего 495 ну ладно сколько отрезали столько и есть бананы бананы сейчас скажу 6990 по моему тоже или 6890 6890 бананы вот нашла в чеке тоже посмотрите какие они прям свежие свежие прям вот видите очень хорошие бананы прям такие упругие не мягкие они еще полежат у нас дальше кефир однопроцентный вот такой я взяла в бутылке он был по акции тоже 4490 дальше йогурт и йогурт и я не помню сколько стоит сейчас я вот вам найду 20 чем-то рублей био йогурт биомакс 2490 вот эти вот йогурт и вообще я заказывала еще куча других йогуртов какая-то новая марка я даже сейчас не подскажу что за марта их было много у меня в корзине в чеке но к сожалению на момент когда мне собирали заказ они закончились на складе и мне привезли только био йогурт если бы я знала я конечно био йогурт побольше заказала а у меня там было штук 10 наверное йогуртов и 2 био йогурта я взяла потому что разница в цене 1 рубль а в весе разница био йогурт 120 грамм или 125 а тот йогурт который ноунейм он 150 грамм вот здесь написано 125 грамм не видно вот а тот 150 грамм то есть там объем побольше хотела но не получилось не привезли мне заказывала но не привезли соломка соленая вот такая с кунжутом стоимость 3790 объем здесь вес вернее 200 грамм вот такие пряники эти пряники просто это их марка перекрестовская это как у ашана каждый день или у как их там пятерочки красная цена вот это их тоже марка значит вот такие прянички звездные и стоят они что-то очень тоже недорого сейчас посмотрю пряники звездные 3890 и здесь 500 грамм 500 грамм 3890 потом вот такие хлебцы здесь 110 грамм в общем запомнила я найти найти не могу я помню что здесь 110 грамм было стоимость 1390 самое основное и дорогое что в нашем чеке сегодня это вот такие вот таблетки финиш как мешутки говорю таблетки для посоломойки заказала а что она заболела это самое 100 таблеток 1299 рублей на самом деле таблетки можно найти дешевле я знаю сейчас я просматриваю в прошу перри почему то есть еще приложение едодел мне вообще едодел не нравится и неудобно а в прошу перевод именно те журналы которые мы видим на кассах акционные да в прошу перри вот именно вот эти журналы и я обязательно просматриваю дикси магнит перекресток метра карусель и ленту обязательно вот этих магазинах я просматриваю акции и в метро сейчас вот эти таблетки стоит дешевле правда там не 100 штук 65 штук ой не помню стоимость не помню не подскажу но я считала что у моя таблетка получается 1299 одна таблетка а там получалось около там 10 с чем-то рублей за одну таблетку дешево короче но к сожалению акция в метро она до 27 мая мы вообще не планировали но вообще никак не планировали попасть в москву в метро до 27 мая поэтому мы купили ладно переплатили 300 рублей считай но купили с доставкой на дом надолго нам хватит мы тратим в принципе по одной таблетки в день 100 таблеток нам больше чем на три месяца хватит потом для посудомойки тоже новая марка довольно таки дешевая home story появилась раньше я ее не видела для посудомоечных машин гранулированная соль если финишевская соль по акции стоила 179 рублей то вот эта соль стоит 119 рублей по моему так соль 114 90 вот она в общем не фокусируется вот соль 114 90 видите да значит соль 114 90 кстати девчонки спасибо вам огромное за советы несколько зрителей написали что пользуются утенком черным я купила вот такой я надеюсь что я правильный утенок купила потому что алексей мне говорит ты не то купила чем белый я говорю слушай но это пластик белый этикетка то черное то еще не видишь говорю вот черная же говорю он говорит нет он белый какой-то в общем алексею показался он белым а я уверена что этот тот самый черный утенок а это мне советовали зрители приобрести чтобы разводы старые старые еще от старых хозяев десятилетней давности ржавые разводы на унитазе попробовать тереть в общем купила 175 рублей стоит этот утенок объем здесь я скажу 900 миллилитров нормально если он действительно поможет то нормально недорого вот сметану я взяла по акции тоже сейчас скажу сколько она стоит сметана искренне ваш 5490 вот такая 10 процентная посмотрим не ни разу такую не брали попробуем потом на всякий случай если вдруг мы еще точно не знаем потому что у нас еще пропускная система не отменена но если вдруг мы куда-то соберемся путешествовать я взяла в дорогу нам вот такие бактерии антибактериальные влажные салфетки очищающие антибактериальные здесь сейчас скажу 100 штук что ли да вот написано 100 штук и стоят они салфетки 100 штук 99 90 100 рублей короче не стоит мешутки взяла сок по 3790 это тоже их марка здесь один литр 3790 дальше это тоже салфеточки маленькие 15 штук они сейчас скажу по 1490 короче маленькие по 15 рублей получается одна салфетка 1 рубль здесь 100 штук 100 рублей здесь 15 штук 15 рублей вот такой кефир мы берем уже не первый раз поэтому я сразу взяла 3 упаковки я вам показывала да мы его открываем мягкая упаковка и кладем сразу в этот в кувшин то есть носик вот так отрезаем и в кувшин очень удобно дешево получается и в принципе удобно мы нашли выход и вот так вот нам пользоваться такими мягкими упаковками довольно удобно получается здесь 900 миллилитров стоимость 44 90 32 процента кефир дальше туалетная бумага 12 рулонов она такая мягкая хорошая двухслойная стоимость 114 90 редьку я взяла мне кто-то сказал что очень вкусно приготовить пигоди с редькой капусты и фаршем вот я буду на камеру снимать наверное купила редьку специально буду делать так ну вроде на столе про все рассказала да про йогурт рассказывала значит смотрите здесь вот это жидкое мыло у нас уже заканчивается мы перед тем как пойти на карантин мы покупали жидкое мыло в ленте довольно таки дешевая тоже я сейчас не помню сколько стоит покупали их 10 штук и у нас осталось буквально одна штучка уже вот поэтому я купила еще 15 штук стоимость вот такой бутылочки не знаю я пока еще не пробовала но вроде как консистенция не сильно прям жидкая посмотрим когда начнем пользоваться я обязательно вам расскажу 500 миллилитров здесь объем и стоит такая бутылка 1990 я купила 15 штук потом яйца у нас уже там заканчиваются те 200 из которые мы покупали перед пандемией перед вернее этим самоизоляцией с нулевые яички такие чуть не очень какие-то большие ну во всяком случае заявлено что они с нулевые стоит такая упаковка десяток яиц семьдесят четыре девяносто купила 2 два десятка в надежде что еще если будет акция то я докуплю лучше потом потому что 7490 для нас это очень дорого поскольку мы когда закупались яйцами когда до самоизоляции мы покупали по 4990 с нулевые а сейчас я их купила по 7490 это конечно дорого но яйца нужны мы ей мы я из принципе не так сильно и много прям кушаем иногда картошечку жарим с яйцами даже найти не могу я сейчас пытаюсь найти иногда картошечку вот я из курины 7490 да правильно сказала иногда картошку жарим иногда выпечку кладем но в общем не так уж прям много у нас каждый день прям яйца мы не кушаем дальше вот такую шикарную но очень мелкую посмотрите какой какие прям малышки я такие не люблю но тем не менее мне привезли придется довольствоваться тем что привезли свекла 2490 мне привезли 2 килограмма и смотрите лук как я ошиблась с луком этот лук стоит 6790 если я не ошибаюсь сейчас посмотрю я не знаю что с луком случилось друзья напишите у вас тоже так же я понимаю что как бы имбирь подорожал лимон подорожал лук то почему так подорожал мы всегда лук в моем понимании лук должен стоить примерно ну рублей 20 от силы а здесь смотрите вот этот один килограмм лука 6790 это новый урожай видите он такой с толстый такой с толстым хвостиком это новый урожай 6790 довольно таки хороший лук такой вот а вот этот в сетке я подумала но он чуть подешевле путь будет там и все такие такой я решила купить но это старые урожай он даже пахнет как старенький в принципе выглядит он хорошо но расти уже начал видите короче вот я вот так ошиблась с луком взяла одну сетку и один килограмм в сетке у меня получилось полтора килограмма стоимость за один килограмм составляет 6490 а вот этот свежий лук 6790 так что если будете тоже заказывать в сетке не заказываете в сетке привозят старый лук бананы лук вот сетки дал полтора килограмма на 9670 мне вот этот лук привезли растущий ну ладно это как бы минусы скажем так не сильно прям критичные но минусы и вот в подобного рода доставки тоже имеются вот такие покупки шикарные у нас сегодня вышли общей стоимостью сейчас скажу покажу чек общая стоимость 4702 рубля и огромное количество пакетов вы просто себе не поверите пакетов было столько что вот смотрите вот этот вот например крем фиш лежал в отдельном большом пакете вот это вот животиночка лежала в отдельном большом пакете пакетов я не знаю ну штук 15 наверное было огромное количество это просто вот бонус такой знаете 15 пакетов если мусорных купить то все равно рублей 20 надо заплатить да а здесь получается абсолютно бесплатно вот такие вот у нас вышли сегодня покупочки довольно таки продолжительное видео у меня вышло на 20 минут только обзор а еще я туда вставлю как я встречала курьером так что довольно длинное видео но зато все вам подробно рассказала все 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 свои покупки показала кому понравилось ставьте обязательно лайки подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание пока пока